Сегодня у Акимата Алматы прошла очередная акция протеста. Журналист Жанна Байтелова призывала Ахмеджана Есимова к ответственности и предлагала ему прокатиться на 129 автобусе. Городоначальник, между тем, свою резиденцию так и не покинул. Возникает вопрос, вообще ремонтируются ли эти тепловые сети, потому что всегда официальная причина – это их изношенность. Но все мы алматинцы, мы знаем, что мы каждое лето сталкиваемся с проблемой с дотором, как не поедешь по какой-нибудь улице. Постоянно она перекопана, и тем более эту же Сейфулина перекапывали буквально в прошлом году и меняли эти трубы. 10 февраля на одном из оживленных перекрестков Алматы, пересечении улиц Сейфулина и проспекта Реймбека, прорвало трубу с кипятком. Пассажирский автобус провалился в образовавшуюся яму, в результате чего ожоги получили 4 человека. На самом деле никто из нас не застрахован от того, что завтра мы будем идти вот так по улице, и тут из-под ног просто не забьет фонтан кипятка и не оставит, ну не знаю, не сделает нас коллегами, а самое страшное, если ты будешь идти с ребенком. Это, увы, не первый подобный случай, поэтому активисту Акимата требуют от Ахмеджана Ясимова следить за порядком в городе, который он возглавляет. Но уже по традиции очередной неугодный пикет власти назвали незаконным. Я вам хочу сказать, что есть конституция Республики Казахстан, основной закон нашей страны, который позволяет мне мирным, ненасинственным путем выражать свое мнение. Заявление в прокуратуру подписали несколько десятков алматинцев. Уже в который раз люди на себе ощутили бездействие и наплевательство городских властей. А побоявшемуся выйти к народу Акиму, Жанна Байтелова через его помощника на память передала плакаты. Пожалуйста, им передайте. Видимо, должно случиться так, чтобы Есимов свалился в эту яму, чтобы хоть что-то сделать, да? Не, ну такие... Ну вы передайте, пожалуйста. Ну вы передайте, пожалуйста. Я поняла, передайте Есимову. Спасибо большое.